В Троицком районе мальчика покусала собака, больная бешенством. Школьник пришел в гости к знакомым, где решил поиграть с питомцем. Укусы оказались незначительными. Сейчас ребенок проходит все необходимые медицинские процедуры. Мы в свою очередь дозвонились до специалиста краевого ветеринарного центра и узнали, как обезопасить домашних животных от бешенства. Бешенство у нас, во-первых, природно-очаговое заболевание. Соответственно, владелец должен свою собаку безнадзорно не выпускать гулять. Должен сам с ней гулять, чтобы избежать контакта, во-первых, собаки с дикими животными, ну и с безнадзорными животными. В ветеринарном центре уверяют, что бешенством питомцы заражаются нечасто. Более того, это редкость и для городских бездомных собак. Особое внимание стоит обратить именно жителям сел в лесной местности. Желательно, по словам специалистов, регулярно прививать животных. Вакцинация бесплатная. А между тем, представители центра ветеринарии готовят документы на введение карантина по бешенству в Боровлянке Троицкого района. На прошлой неделе карантин ввели в Солоновке Волчихинского района. Очаги заболевания обнаружили на двух жилых улицах села. Иди.